Парни и девушки, вы находитесь на официальном YouTube-канале «Кувалда Любовь». Пожалуйста, не забывайте подписаться, лайк, дизлайк, комментарий, задавайте мне вопросы. Сергею, пожалуйста, вы можете задавать вопросы. То есть, ребят, вот ко мне обратился мой подписчик, чтобы мы сделали вдвоем интервью. Я очень ему благодарен. То есть, делимся своей жизненной историей. Человек так же самый, как все ребята, прошел Рим и Крем и Медные трубы. Серег, представься, пожалуйста. Ну, всем подписчикам, кто смотрит Константина, большой как бы респект, уважение. Вот, меня зовут Сергей. Мне 44 года. Вот, в принципе, живу я в Москве, в России. Жизнь очень хорошая. Нельзя сказать, что мы живем плохо. Вот, все, в принципе, в достатке, все хватает. Вот мы с Константином как списались, я его нашел в Инстаграме. Мне очень понравились его видео, очень понравились рассказы про полицию. Меня это очень интересует. Так как я тоже имел отношение к полиции, как у нас говорят, ну, была милиция, как у нас говорят, бывших не бывает. Вот, так что... Спасибо большое. Если... Давай, Константин, какие вопросы интересуют по Москве, по России, вот на данный момент сейчас, конечно, много чего говорят, много чего про структуру говорят, про все остальное. Но, как бы, из первых уст, и те люди, которые непосредственно были у живого тела, у живого дела, они знают, как бы, больше, чем те, которые сидят в кабинетах и перелистают слюнками листочки. Спасибо большое. Сергей, у меня к тебе вопрос. Служил ли ты в армии? Да, служил с 94-го по 96-й. В связи с тем, что у меня папа был военный, конечно, он у меня устроил самую лучшую часть. А самая лучшая часть, это был стройбат, где было 95% дагестанцев. Вот, я думаю, люди, которые служили в это время, не представляют, что это такое. Вот, ну, служба прошла, конечно, тяжеловато. Вот, была дедовщина, была очень хорошая дедовщина. Но все это надо было пережить. Был переведен в другую часть, ну, и, как бы, так, служил в автовзводе. В автобат был, автобат. Вот, ну, служба так шла, да, отправляли в Чечню, но я не попал, не пустили. Вот, ну, в принципе, я, как бы, не жалею, я доволен, что не попал. Да, ребята там были, да, рассказывали много, но, большей части, конечно, все это политика. Вот, поэтому то, что есть, есть. После армии, конечно, я пошел работать, работал на стройке водителем, автокрановщиком. Ну, после чего, конечно, личником устроился. И так я попал в 99-м в ГАИ, тогда было ГАИ. Ну, ГИБДД, ДПС по северо-востоку было. Вот, ну, потом, подработав, перевелся в спецподразделение, предложили. Ну, вот так, вот так, потихоньку-потихоньку связи, знакомства, интересно. Константин, что интересует, какие вопросы интересуют? Давай, задавай. У меня вопрос такой, что тебя побудило, я всем задаю такой вопрос, пойти работать в ДПС, ну, милиция, полицию. Знаешь, наверное, может быть, я человек нонсенс, да, которого побудило просто помогать людям. Мне очень нравилось то, что, когда я работал в ГАИ, мне очень нравилось приезжать на аварии. Я работал у него живого тела. То есть, как только я закончил, было у нас полгода обучения в Ивантеевке, и как только закончил, все, я сразу стал на дорогу, стал оформлять аварии, ДТП, пострадавшими. То есть, мне это нравилось. Я получал от этого очень большое удовольствие. Да, некоторые пришли за другим, ну, не знаю, зачем. Ну, из-за себя могу сказать, что я пришел туда помогать. Как, я думаю, что и большинство людей, которые действительно хотят работать. Ты заканчивал, это была школа милиции или университет? Нет, у нас не было школы милиции, у нас были такие курсы полугодичные. Это в Ивантеевке обучали закону, ну, то есть, обычное обучение полгода. То есть, у нас, как школа милиции, такое можно было направлять. Пожалуйста, направляйте, идите, учитесь. То есть, раньше сержантская должность, она, в принципе, ну, была, то есть, нормальной должностью. То есть, сержант мог работать, как и остальные офицеры, которые тоже стояли на дороге. Все были на равных. Иерархии такой, что майор там не стоял на дороге, такого не было. У нас был один майор, который всю жизнь, наверное, я не знаю, лет сто, наверное, проработал на дороге. Его называли «Шоколадка», потому что он, когда у него заканчивалась батарея на рации, он кричал «В рацию привезите мне шоколадку». Вот, ему довозили шоколадку всегда. Ну, он такой веселый был, конечно, не знаю, жив сейчас нет. Ну, это история умалчивать. Вот. Ну, так вот было интересно. То есть, ты когда закончил школу, шестигодичные курсы... Не школы, шесть месяцев, шесть месяцев. Шесть месяцев, я извиняюсь. И в звании сержанта ты прибыл в подразделение? Да, в звании сержанта я уже поступил именно в округ, в котором я работал. Вот. Соответственно, там уже было распределение, у нас были посты-пикеты, и были посты, которые стояли на светофорах. Потому что тогда светофоры у нас, как сейчас, к общему не были подключены. То есть, была сейчас общая база светофоров, которая регулируется с центрального ГИБДД, это у нас на Садовом, в центре. И там вся эта регулировка идет. Раньше такого не было. Раньше мы стояли на светофорах, тянули транспорт, махали жезлом. Вот. И, как бы, те, кто был в Иванкеевке, учились, ну, в принципе, она много дала, дала какие-то знания. Ну, больше, большинство, конечно, мы брали уже из жизни и то, что надо на дороге. Ну, знание закона, конечно, это было основное, но без этого никуда. Остановишь, надо же как-то разговаривать с человеком. А не умея разговаривать, ну, зачем тогда работать? У меня вопрос такой, когда ты пришел в ДПС, в ГАИ, как тебе, там же были люди, которые работали там по 10-15 лет, по 20 лет, как они к молодым отнеслись? Помогали ли они, ну, вот первые шаги там по работе, ты выезжаешь куда-то или что-то ты делаешь у нас лично, где я служил, нам старослужащие, как говорится, они подсказывали, всегда можно было обратиться с советом, и они всегда помогут, подскажут, что надо сделать. У нас понятие, как старослужащие, ну, такое отсутствует. У нас есть понятие должность. То есть, какой ты должен занимать, то есть, к тому ты человеку и подчиняешься, или такого, чтобы как бы не помогать людям, да, там, как-то с ними, как-то молодые сотрудники, такого не было. То есть, все были на равных. Абсолютно все, абсолютно все равные. То есть, ну, не было такого, что иди туда, принеси это, стои это. Ну, были казусы везде, потому что везде работают люди. Были недовольные, были довольны, но выполняли все одну и ту же работу. Никто, даже командир роты у нас был Паньков Леомич, самый такой хороший человек, он всегда мог подколоть, приколоться, но, блин, все было в рамках дозволенного, и все было четко. Были ли у вас какие-то нормы по выписыванию штрафов или там, арестов людей, которые в нетрезвом состоянии, или заставляли ли ваше, ну, начальство там, приносить какие-то цифры в процентном состоянии? Да, я понял тебя, Костя, я услышал. Ну, к сожалению, мы живем в России, и у нас, как бы, по закону, у нас нету такого, как, ну, называется, палочная система. В законе это нигде не прописано, то есть ты можешь прийти на дорогу, отстоять, отработать, выполнить свою работу, но принесешь ты один протокол, хорошо. Но, к сожалению, есть такая палочная система, которая требует не более, там, столько-то протоколов принести, да, там, пять протоколов, десять протоколов, то есть ты не должен принести меньше, иначе тебя тата-я-яй-яй. Ну, а тата-я-яй-яй, это все, как бы, гвозили пальчиком, да, могли тебя поставить на какой-то такой участок, который самый сложный. Ну, все это спускалось, да, ругали, кричали, увольняли. Ну, то есть вот эта палочная система, она, конечно, очень сильно портила отношения, скажем так, в системе. Не с руководством, а в самой системе. Это сама система. Если у нас, допустим, там, в месяц было, ну, там, не в месяц, там, за квартал берется, допустим, ну, там, 50 нарушений, да, у людей, там, принесли протоколов, а тут принесли 50-48, то, значит, не работаем, значит, люди не работают. Хотя, если мне кажется, что меньше, значит, люди работают наоборот. Аварийность снизилась, значит, тоже хорошо. Ну, к сожалению, вот, есть это, есть, есть, кость. От этого никуда не уйдешь. Это Россия. Я понял. Как сложно, насколько сложно было продвигаться по службе? Ну, по службе у нас продвигаться, в принципе, если есть желание, есть возможность, можно двигаться. Но, опять же, как и везде, везде есть человеческий фактор. Соответственно, если ты не выполняешь определенную работу, которая с тебя требует, ну, соответственно, ты двигаться-то не будешь. То есть, тебе не дадут двигаться дальше. Вот, ты будешь висеть на месте. Интересно, я всем задаю такой вопрос. Один опасный случай рассказать, а один веселый случай, который был на работе, во время службы ДПС? Ну, как, был опасно веселый, скажем так, в случае. Опасно веселый и будет достаточно. Да. Ну, как, все его воспримут, конечно, по-разному. Кто-то веселый, кто-то опасный. Вот, ну, это было на... У нас есть такой алтурский шестер, там был пост-пикет. На этом посту-пикете стоят четыре человека. Я был старший. Ой, я был, вы на этом не старше. Я был с автоматом. А у нас, кто был с автоматом, тот, в принципе, никакой работы не выполнял, а обеспечивал безопасность находящихся сотрудников ДПС на пост-пикете. Но в то же время я был прикреплен к автомашине. И у нас поступила заявка, что с моста сейчас прыгнет мальчишка. Прыгун. Вот. Ну, в связи с тем, что я был с машиной, я прыгнул в эту машину, включил маяки, поехал туда. Подъезжаю, стоит парень, перелез через мост, через парапет, и стоит, говорит, я сейчас сброшусь. Вот. Ну, звали его тоже Сережа, как и меня. Я на... Был снег, зима. Я на снегу нарисовал линию. И говорю ему, видишь линия? Говорю, я вот за эту линию не захожу. Я к тебе не продвигаюсь. Говорю, давай с тобой поговорим. Он, я брошусь, ты меня хочешь схватить. Я говорю, нет, не хочу. Вот линия. А я линию еще ближе рисую. Вот линия, говорю, видишь? Я не хочу. Вот я, говорю, снимаю шапку. Видишь, говорю, автомат. Я, говорю, бросаю назад за спину. Я говорю, все, не сотрудники, обычный человек, давай поговорим. Ну, вот приехали милиции. Сотрудники милиции у нас, ППС. Те сразу начали. Иди матом на него, иди сюда. Ну, конечно, человек возбужден, ему уже все равно терять нечего. Он говорит, все, я сейчас прыгну. Я говорю, подожди, подожди. Я говорю, слушайте, вы уйдите в сторонку. И стойте, смотрите, наблюдайте за всей ситуацией. Сзади уже приехали кольцевики, мыкат у нас. Уже поставили фуры вдоль моста, ну, под мост. Чтоб еще он упал чуть пониже. Ну, мост, наверное, этаж третий такой. Ну, в принципе, не разбился бы, но покалечился. Вот. Ну, и так мы с ним разговариваем о жизни, о жизни, о жизни, за жизнь, как у него дела, как его зовут. А он там бывший наркоман, отсидел, приехал домой, мама там у него квартиру ждала, ему жить негде. Ну, то есть, по идее, человеку-то терять нечего. И я все в этом разговоре ближе, 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 и я уже нахожусь на вытянутую руку от него. И он такой смотрит на меня и говорит, ты, говорит, меня сейчас хочешь схватить. Я говорю, да нет, говорит, смотри, вот линия. Я рисую линию ногой еще одну. Он поворачивается, у меня сзади еще три линии. И вот он отпускает эти руки. И я вот уже как его схватил, я его схватил, повис через парапет. У меня автомат ударил по голове. Ну, было так очень хорошо. Ну, вытащили его. Ну, конечно, у нас наша полиция сразу побежала, начала бить ногами. Но вместо того, чтобы бить его ногами, попали мне по рукам. Ну, я лицо его закрывал, потому что не гоже бить человека. Все-таки он немножко больной человек. Вот это работа нашей полиции была. Ну, на тот момент, сейчас все немножко изменилось, сейчас немножко другие люди стали, немножко другие, как бы, манеры поведения немножко изменились, конечно. Вот был такой случай, Константин, но он и веселый. Был еще один веселый случай. Тоже. Ну, такой. На пикете останавливают машину. Она не останавливается. Сели, впрыгнули в патрульку и за ней, по Ярославке. Гоним, 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 догоняем. Ну, конечно, на эмоциях те годы, это там 2000-2001, там было так интересно работать. И напарник вытаскивает с левой стороны мужика и давай его так, слегка учить жизни. Он пьяный. Тут выходит с другой стороны, с правого, мужичок облокачивается на капот, вот так, и стоит, смотрит на это все, безобразие. Я выхожу, говорю, слушаю, говорю, а у него руль справа? А это, говорю, не водитель, это пассажир. Он такой, да? А, ну ладно, пойду к водителю теперь. Был такой случай. Все было и весело, и смешно. Но в основном была работа, в основном были аварии. Аварии я много пооформлял, смотрел много на трупы, на все остальное. Ну, было интересно. Так как ты работал в ГАИ, я тебе задаю такой вопрос. То есть, были у вас какие-то побочные заработки, или вы должны были где-то подрабатывать, или вам хватало этой зарплаты, которую платило государство? Кость, я скажу так. Вот, ну, кто там в 2000 году знает, какие были зарплаты, вот если зарплата в 8 тысяч является хорошей, тогда да. Подработок и всего остального, можно сказать, не было. Ну, естественно, работая в ГАИ, большинство людей шли туда с корыстной целью. Заработать, отработать. Ну, к сожалению, зарплата не позволяет человеку, даже, я думаю, даже сейчас, жить и не брать, скажем так, благодарности от людей. Все, этого достаточно. Даже сейчас, я тебе скажу так, что зарплата сотрудника рядового составляет 45 тысяч рублей. Прожиточный минимум в России 13200. Смешно. Вот, ну, как-то так, живем, живем, наслаждаемся, блин, жизнь хороша. Серега, скажи мне, пожалуйста, после работы ДПС, куда ты перешел? Ну, после работы ДПС я остался в этой же структуре, но пришел в подразделение, в спецподразделение, тогда был РУБО. При РУБОПе было спецподразделение. Ну, как бы, потому что ГАИ, оно себе, как бы, уже изжило. Ну, для меня, допустим, это уже был такой этап, который уже я прошел, да, что-то получил, какие-то знания, пододорожные знания, обрел много хороших людей, много знакомств, но, к сожалению, сама структура и сама работа в этом ГАИ, оно мне не очень нравилось. Мне предложили, наш очень хороший человек, предложил перейти в региональное управление по борьбе с организованной преступностью, чем я был очень рад, очень доволен. Ну, вот, прошел отбор и попал в подразделение. Был очень доволен, был очень рад. Ребята там все обалденные. Конечно, это совсем другое, земля и небо. Да, зарплаты, конечно, у нас практически не было. Жили, как говорят, альтруисты, или как там, альтруисты были. То есть, ну, блин, ну, это было действительно вот кайф. Это была та жизнь, от которой я кайфовал. Это была настоящая, как бы, помощь людям. Ну, то есть, это было вот, это была жизнь. Сергей, расскажи, пожалуйста, какой был у вас или веселый, или невеселый, как говорится, опасный случай или смешной случай в рубопе? Ну, Константин, у нас случаи были разные, веселые и невеселые. Вот, но больше, конечно, случаев невеселых, но и, как бы, как сказать, они веселые и невеселые. Вот. Был случай, когда в квартиру вошли люди, ну, якобы в квартире закрылись, то есть, грабители. Женщина позвонила, вызвала, естественно, приехали, как бы, мы тоже нас вызвали, мы приехали, в связи с тем, что они находились в квартире. Был этаж 17-й. Вот, мы поднялись на 19-й с веревками, но у нас есть подготовка для того, чтобы можно было спускаться в горное. Вот, мы поднялись на этаж, привязались там, и я в бронежилете с автоматом начал спускаться на 17-й этаж с 19-го. Спускаюсь, обнаружил, что балкон закрыли. Вот, соответственно, мы спросили разрешение на разбитие стекла на балконе, потому что у нас с этим все, как бы, для того, чтобы что-либо произошло, должно быть подтверждение. Вот, мы получили от хозяйки подтверждение вот данного инцидента. Ну, в связи с тем, что я разбил стекло, а оно было не стекло, а было пластиковое. Такое, как бы, не пластик, но оно разбилось и остался кусочек наверху. И при входе в окно балконное я порезал себе веревку. И благо, я не двинулся назад. Потому что, если бы я двинулся назад, то я бы с 17-го этажа полетел бы на этой, уже без веревки. Вот, ну, был такой случай, до сих пор у меня лежит кусок веревочки, хранится, как бы, вторая жизнь, второй день рождения. Слава Богу. Вот такой был случай тоже. Задавай еще, Костя, всякие вопросы еще. Расскажи, пожалуйста, я знаю, что тебе пришлось побывать в Африке и в Камеруне. Да, было дело. Это было самое лучшее время. За свое путешествие по Африке и, как говорится, как в Одессе говорили по-твоему загранплаванию. Ну, это уже было после того, как, к сожалению, Рубо прекратил свою деятельность, он был расформирован, вот, и мы пошли работать в ЧОП. Это была такая организация ЧОП, которая, ну, занималась, ну, чем-то, скажем так, в Африке. вот, мы туда приехали, конечно, я никогда не видел, как люди, да, живут в Африке. Я был там черный, ой, белый среди черных, скажем так, да, может быть, обидно, обидно, но вот было так, белый среди черных, я почувствовал себя, что такое белый среди черных. Когда мы приехали в аэропорт, я сразу вспомнил аэропорты 90-х годов. Такая разруха была, но было очень интересно. То есть, мы были как, как будто прилетели такие богатые люди в Африку. Вот, но было, мне было очень интересно, что на самом деле люди там не бедные, они богатые. Вот, просто, ну, ленивые, наверное, немножечко. Вот это было, конечно, ну, удивительно. Вот, я только еду немножко. Было удивительно, но было, конечно, классно. Вот, увидев эту жизнь. Мы, как бы, мы были в джунглях, нас отправили в джунгли, мы там смотрели концессии, это где копают золото. Вот. В джунглях, конечно, вообще прекрасно. День поднимаешься, потом спуститься не можешь на проливные дожди, и грязь, глина, ты вот вообще не проедешь ничем. Но время, конечно, было обалденное. Какие задачи вы там выполняли? Ну, задачи выполняли по сопровождению. По сопровождению каких-то вот, как бы, людей, грузов. То есть, все, все, все задачи, которые были нам очень хорошо знакомы, и очень, как бы, для нас они были не новых. что-то интересное в Африке происходило, что у тебя больше всего запомнилось? Больше всего запомнилось? конечно, там все запомнилось в этой африке. Вот, больше всего мне запомнилось, конечно, может быть, это такое не очень хорошее сравнение, но мы сидели в отеле, и идет процессия какая-то, веселая, все смеются, радуются. Мы подумали, свадьба. А что нам сказали? Это не свадьба, это похороны. Мы были очень удивлены. Вот это был такой вот случай у нас, когда мы думали, что люди веселятся, но они действительно веселятся. И мне это очень, как бы, вот... Зарплата была достойная работы? Работа, да. Да, намного достойнее, чем была в милиции. Какое обмундирование вам выдавали? Или... Обмундирование у нас было в основном немецкое. То есть нас закупали немецкое обмундирование, потому что было очень качественно, и там нужен был хлопок. Были берцы, берцы были американские. Вот. Ну, очень было... Нужен был хлопок, очень качественное было обмундирование, вот, которым мы, конечно, очень довольны, как нас набжали. То есть обмундирование было классно? Да, обмундирование было вообще великолепное, в джунглях оно очень помогало. Но скажу так, что мы ходили в джунгли за все время, встретили одного скорпиона, встретили одну змейку, ну, и встретили кожу питона, который поменял. В принципе, все. Единственное, было, конечно, по ночам страшно в палатке, во-первых, первый раз было, ну, как страшно, не то, что страшно, было, наверное, так жутковато, когда мы слышали такой звук, голос, как будто идет, наверное, из фильма ужасов, тебя убивают, такой, как зомби. Мы не знали, что это, мы всю ночь слушали. Оно то ближе, то дальше, то ближе, то дальше. на утро мы проснулись и нам принесли черную такую обезьянку с когтями, говорит, вот это она, говорит, встречала. Но крик стоял ужасный, конечно, мы всю ночь, конечно, не спали, все слушали, когда к нам придет в гости. И как долго ты находился в своем загранплавании? Ну, мы находились там от трех, от двух до трех месяцев. Но находились с передышками, то есть мы туда приезжали, определенное время побудешь и уезжали, менялись. То есть у нас вот так было, потому что там у нас стояло на три месяца всего разрешение на пребывание в данной стране. Ну, как туда-сюда ездили, мотались. Я столько в своей жизни никогда не летал, сколько налетал в самолет. Мне уже самолет было не затащить. И вот ты, как говорится, походил в море, как в Одессе говорят, походил в свое загранплавание и вернулся уже опять домой, в Москву, и дальше твое... Чем ты дальше занимался? Ну, дальше вот, конечно, все хорошее всегда заканчивается, хорошего ничего долго не бывает. В дальнейшем уже компания, там, где мы работали, она тоже немножко банкротилась. Ну, дальше я пошел работать личным охранником, охранителем. Сейчас, на данный момент, я работаю как водитель. Да, то есть платят хорошо, относительно, скажем, для нас, для нашего, ну, здесь у нас это нормально, то есть прожитость, жить можно. Ну, как-то вот так вот, на данный момент работаю водителем. есть у меня заключительный вопрос тебе, я одному парню, у которого я брал интервью, ДПС-нику из Украины, который в Советском Союзе служил, задал этот вопрос, и я тебе так же сам задам. Вот, то, что ты, наверное, в Ютьюбе ты видел, когда, ну, ГАИ, ДПС, я не знаю, как правильно сказать, на сегодняшний день останавливает человека, особенно, я это заметил, в Украине происходит, и начинает его, полицейский, ну, ГАИшника, полицейского, начинает там троллить, оскорблять, разное снимать на видеокамеру, вот что ты, вот твое личное мнение вот по этому поводу, почему так происходит в данный момент обращение с органами власти, и почему люди так неуважительно относятся? Ну, сейчас, да, да, я понял твой вопрос, я тебя услышал, на данный момент, конечно, это, как бы, никакие рамки не идет, такое поведение, скажем так, людей, которые, ну, на самом деле, они провоцируют сотрудников ДПС, сотрудников милиции, это просто обычные провокаторы, которые себе собирают большие контакты, людей, которые зарабатывают на этом деньги, просто некоторые этого не понимают, вот, потому что в данном, все равно, если посмотреть видео, то результат все равно один, человек предоставляет водительское удостоверение, человек предоставляет документы на машину, то есть человек предоставляет все те документы, которые положено предоставить по тому или иному законодательству. Конечно, это безобразие, конечно, это надо как-то пресекрать, раньше такого не было, раньше было другое отношение, ну, и люди были немножко другие. Сейчас вот это, то, что показывают по Ютубу и во всех остальных каналах, да, вот этих вот, как обращаются с институтами, с институтами, это смотрят молодежь, которая говорит, о, а так и должно быть, о, а так, ну, та молодежь, которая работает, вот именно в полиции, они знают, что, и понимают, что это не так. То есть для того, чтобы понять, надо прийти там и поработать. Ты приди, поработай, а потом сядь и оскорблять данного человека, или высказывай ему там какие-то свои ню, или еще, конечно, ты не будешь это делать, потому что ты понимаешь, что данный человек стоит, работает, у него тоже тяжелые дни, и он, ну, выполняет требования закона. Он, прежде всего, он в плуга законов. Да, есть, конечно, люди, которые не выполняют закон, работают со стороны закона, их очень мало. Просто, как у нас говорил командир роты, Паньков Леонид Витриевич, который работал, когда я работал в ГАИ, он всегда говорил, вы, говорит, построите ряд чисто одетых ребят, вот чистых, и поставьте одного грязного, скажут, что весь взвод был грязный. Ну, к сожалению, это так вот у нас происходит, нас судят по одному человеку. На самом деле, очень много хороших людей, все эти провокаторы, ну, это просто провокаторы, люди смотрят, съедают. Результат один, то есть, ты же понимаешь, что буква закона, это есть буква закон. Я вот хочу обратиться ко всем моим подписчикам и всех, кто посмотрит это видео, и хотелось бы, чтобы люди меня, вот и Сергея услышали, я думаю, Сергей со мной согласится, в том, что если вас остановил полицейский, по-любому вы предоставите свои документы, рано или поздно. Мое, я всегда так говорю, дай свои документы, выслушай, что тебе сказали, и ель, а потом ты можешь обратиться в органы и написать на этого человека репорт или пойти в суд, судиться с этим человеком. В данный момент, если вас остановили и вы начинаете, как говорится, некультурно разговаривать и спрашивать, почему, а что и как, все равно это хуже вам будет в данный момент. Все равно это вам по-любому дадут штраф или вас заберут в участок и по-любому вам будет намного тяжелее, чем вы бы предоставили свои документы, там пусть он прав, тот полицейский, или не прав, он выпишет тикет, а вы потом можете пойти в суд и это, как говорится, обжаловать. Как ты думаешь? Ну, это да, правильно, потому что незнание закона не освобождает от ответственности. Большинство смотрят, им нравится очень стройки, короче, вот конекта, контакта, как там называется у них все по-новому. Поэтому, Кость, те люди, которые именно работали и сейчас вот находятся на гражданке, они прекрасно понимают тех людей, которые их останавливают, которые с ними работают, которые просят мне документы, они предоставят, покажут и поедут спокойно дальше. Займет это, ну, минут пять. Может быть, о чем-то спросят поговорить. Всегда можно ответить, почему бы не поговорить с хорошим человеком. Сергей, я очень рад. Да-да, говори, слушай. Говори ты. Я говорю, ну, я очень рад был с тобой сегодня пообщаться. Вот, очень было приятно на самом деле поговорить. Может быть, некоторые наши подписчики, не мои, у меня нет подписчиков, твои подписчики, вот, возьмут для себя нужную информацию про полицию в США, про полицию в России, про полицию в любом другом городе, где работают на самом деле обычные люди, люди такие же, как и мы, люди такие же, как выходцы из тех стран, и они живут в этих странах, и живут в этих странах, но они делают общее дело, они делают все по закону, соблюдая закон, и все-таки они помогают, все равно люди все обращаются, алло, полиция, алло, помогите, и обращаются все в полицию, так что не надо плевать в тот колодец, с которого придется написать. Тебе спасибо огромное за сегодняшнее как бы общение со мной, за то, что ты решил взять у меня интервью, спасибо огромное, мне очень приятно, что я общаюсь с полицейским другой страны, это вот, к сожалению, всегда была моя мечта, и, к счастью, она сбылась. Я очень рад знакомствовать с таким человеком, так что вот, Костя. Еще сбудется, мы еще в Москве увидимся, и ты меня познакомишь с сотрудниками полиции. Да, очень обязательно, мы будем съездить, ты посмотри все своими глазами воочию. Как говорится, надо посмотреть своими глазами для того, чтобы понимать, так это или не так. Хорошо, Сергей, спасибо огромное. Всем мы передаем моим подписчикам и людям, которые подпишутся к нам или не подпишутся, огромный привет. Пожалуйста, ребят, если у вас будут вопросы ко мне или к Сергею, пишите в комментарии. Сергей, если я не буду иметь ответа, он вам ответит, если он не будет иметь ответа, я вам отвечу. Ребят, спасибо большое, ждем ваших комментариев. Все, Кость, давай, счастливо, обнимаю. Жму руку. Жму руку.